Смотрите, смотрите по полной. Привет всем! Сегодня обзорчик вот такого нового робота от фирмы Well Toys. Называется он F4, продается в двух модификациях. Это белый и розовый. Естественно, я мальчик и взял розовый, взял белого робота. Кстати говоря, там внутри в коробке есть еще розовый. Вот видите, там картинка. То есть двухсторонняя такая у них, печать идет. Не знаю, зачем их надо. Так, значит, в комплекте мы получаем инструкцию на китайском тире. В английском языке. То есть можно разобраться. Либо посмотреть видосы на ютубе, тоже можно разобраться. И самого робота. Размерчик небольшой. Стоит он 48 долларов. Без учета скидок и кэшбэков. Как применить кэшбэк, скидки, все внизу есть. Как видите, у него всего два колеса. И он падает. Но не переживаем, у него есть опора. Специальная опора нужна только для того, чтобы он стоял просто. Когда мы его включим, естественно, он будет балансировать уже. То есть вот так вставляем. Все. Ну, поставили на полке, круто смотрится. Поднос мы получаем в комплекте. То есть, чтобы разносить напитки. Кто что любит. И здесь два стаканчика. Да. То есть можно сразу двум людям преподнести. Максимум написано, готов поднять 300 грамм. Да. 300 грамм. Давайте вот это вот выкинем. А это нам в качестве препятствия. В комплекте мы получаем зарядное устройство. И аккумулятор установлен в нем. 7,4 вольта. То есть двухбаночный. 400 мАч. Нам обещают время катания до 50 минут. Время зарядки 15. Ну, какой-то бред на самом деле. Вряд ли 15 минут. Итак, нам осталось подключиться по Wi-Fi. Как видите, здесь нет никакой аппаратуры. Поэтому сейчас подключимся по Wi-Fi к нему. И будем им управлять. И смотреть, какие в нем есть режимы. Так, погонял я его. Значит, включаем робота. Соответственно, потом здесь заходим в настройки. Выбираем Wi-Fi. Вл. То есть там F4. Тара-та-та. Он сразу подключается. Никаких паролей не нужно. И все. Мы полностью управляем роботом. Соответственно, здесь у нас спереди расположена камера. То есть мы можем по Fpv гонять на нем. Да? Сейчас мы поставим его. Вот так вот. Все стоишь. Вот. То есть здесь у нас есть управление полностью. Можно мод поменять. Если что. Мод 1, мод 2. И переключение режимов. Сейчас я парня этого как-то зафиксирую. На столе крайне не рекомендую с ним связываться. Все. Стой. Вот. Иначе все норовит куда-то угнать. Соответственно, снизу 4 режима, которые умеет. Первый, как я понял, это просто прогулка. Он ездит, ездит, видит препятствия. То есть останавливается. У него здесь инфракрасные датчики стоят. И поворачивается. И едет в другую сторону. При этом что-то там бормоча. На столе очень опасно это показывать. Другой режим. Dance mode. То есть танцует. Но здесь он не двигает руками, ничем. То есть он просто ездит вправлю. Сейчас покажу. Дальше. Грубо говоря, управление рукой. Мы также можем ему с помощью его передних датчиков поворачивать его. И вперед, и назад его отводить, как это было на прошлых роботах. И самый последний режим, это мануал режим. Собственно, в котором сейчас он находится. Я могу его вращать. Могу гонять вперед-назад. И здесь есть двойные расходы. То есть 30, 60 и 100%. Реально работает. То есть поворачивать становится быстрее. Вот по скорости не знаю. Сейчас поставим сотые расходы. Но нет, на скорость не должно влиять. Но ездит прикольно. Тупит, конечно. В угол куда-то заехал. Встал там и так и стоял. Значит, здесь есть фото. Можно сфотографировать. И видео. Видео должно писаться в телефон. Да. Все, будет в память телефон написаться. По FPV ездить достаточно сложно. То есть угол обзора у камеры очень маленький. Реально, но сложно. Ну, как бы можно ездить. Ну, надо знать местность, грубо говоря. Вашу комнату. Но можно. Так, давай-ка это уберем пока. Значит, что у нас? Вот он, режим прогулки. То есть сам начинает гонять. Медленно-медленно ездит, ездит. Упирается куда-то. Дальше танцы. Есть разная музыка. Gangnam Style даже есть. Не буду включать, а то забанят. Ну, как бы все поняли, да? Не двигает руками, поэтому не хватает. Только движения у него такие идут. Сейчас я его подержу чуть-чуть. Дальше режим управления рукой. То есть мы его вот так вот можем поворачивать. И сюда. Стоп. Вот иногда убегает куда-то в сторону. Куда хочет. Ну, как бы вроде можно управлять. Давай сюда. Хоп, стоп. Ну, короче, такой вот режим не очень интересный. Поэтому самый интересный режим это мануал-мод. Вот. Ну, как видите, он балансирует на двух колесах. Это круто. Тихо, тихо, тихо. Давай. Мануал-мод. Вперед. Может убежать, поэтому аккуратно. То есть, если вы его включаете, он пытается поймать баланс и куда-нибудь раз назад. Так, давайте загрузим ему все-таки, ради чего мы здесь собрались. Попробовать загрузить его и уже что-нибудь провести и подвести. Так, по-любому сейчас куда-то понесется. Я налил на него. Он не может стоять на месте. Ладно, секунду. Вряд ли он влагозащищен. Короче, в этот момент лучше его контролировать. То есть, аппаратурой. Телефоном, точнее. Потому что он, видите, вперед пытается. У него перевес идет. Поэтому я сейчас попытаюсь вот так подержать его. И налить побольше. Все-таки 300. 300 миллилитров можно держать. Полный стакан должен без вопросов. Так, ну что, давай попробуем поездим. Поехали. Прикольно. Только руки надо ему поставить. Секунду. А нет, я не буду сейчас трогать с водой его. А то опрокинется. Но работает. То есть, полностью держит свое равновесие. Как гироскутеры, да? Прикольно. И можно куда-то подвезти. Но минус в том, что в таком положении он теперь у нас закрывает камеру вот этой вот стаканчиком. И я ничего не вижу. Я вижу здесь один стакан. Все. У меня больше ничего не отображается. Поэтому такой высокий стакан нельзя везти. Нужно что-нибудь поменьше. Либо какой-нибудь вообще... Ну, не обязательно же стакан развозить, да? Нужно вам включено 17. То, пожалуйста. Падать не надо, дружище. Давай. Что болтает, я вообще не понимаю. Лэфт или что-то еще. Сейчас я его поймаю. Вот так вот. Я хотел попробовать руки ему, да? А, ну вот. Можно вот так вот сделать руки. Вот. Типа везет. Если мы тебе сразу поставим... Назад. То есть, видите? В этот момент лучше его контролировать все-таки. Но, я хочу сказать, все работает. Да. И управление нормальное. Пусть и через телефон он немного тормознуто соображает. То есть, ему нужно время на остановку. Время, вот видите? Он не резко же останавливается. Поэтому можно не поймать. Через телефон нормальное управление. Все легко и просто. Оп. А давайте на сотых расходах закрутим. Смотрите, смотрите, по полной. Ты гад, просто. И на этой ноте, я думаю, мы закончим. Все ссылки внизу найдете на кэшбэк. И на этого робота тоже. Смотрите также обзоры про другие роботы, которые меня не обливали. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok